МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Екатерина Пионова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Вне зависимости от званий и должностей начались выплаты военнослужащим. О дистанционке и пятидневке состоялось Большое родительское онлайн-собрание. Правила безопасности и инструкции, как избежать бытового пожара. Далее расскажем во всем подробно. Военнослужащие, курсанты и сотрудники правоохранительных органов начали получать президентские выплаты. Вне зависимости от званий и должностей им всем перечислят по 15 тысяч рублей. Во время совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство оперативно проработало все необходимые решения, чтобы как можно быстрее довести деньги до получателей и реализовать инициативу президента. Наши военные достойно выполняют свою работу, защищают страну и всех ее граждан. Этот ответственный труд заслуживает самого большого уважения и поддержки, сказал премьер. 6 сентября состоялось большое родительское онлайн-собрание под председательством заместителя губернатора Давида Мелико-Гусейнова и министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольги Петровой. Собрание посвятили начало нового учебного года. Подробности в следующем репортаже. Новый учебный год начался в Нижегородской области в очном формате. По словам замгубернатора Давида Мелико-Гусейнова, обстановка с распространением коронавирусной инфекции в регионе сейчас более спокойной, чем во многих других субъектах страны. Однако расслабляться еще рано. Во всех образовательных учреждениях продолжат соблюдать противоэпидемические меры. Также на собрании замгубернатора ответил на вопрос родителей о переводе школьников на дистанционку во второй половине сентября. Такого в планах, вообще в повестке обсуждения сегодня нет. Конечно, мы следим за эпид-обстановкой, но на сегодняшний день этот вопрос не обсуждают. Многих родителей волнует вопрос об обязательной вакцинации от COVID-19 для школьников. По словам замгубернатора, пока разрешения на то, чтобы начать прививочную кампанию, нет. Но вакцинировать детей в будущем действительно планируют. Пока нет рекомендации, что она будет обязательная. Вакцинация добровольная для детей планируется. Но она планируется не для всех детей, а начиная с 12 лет, именно с этой возрастной категории сейчас идут клинические исследования имеющихся вакцин. Также замгубернатор напомнил родителям, что нужно чаще говорить с детьми о безопасности, объяснять правила поведения с незнакомцами, контролировать действия в соцсетях, показать безопасный путь от дома до школы. Не поленитесь, это может спасти жизнь. Не поленитесь, сядьте с ребенком. И это даже элемент игры интересный. И нарисуйте из точки А в точку Б, из дома в школу, из школы, если секция какая-то, и дальше домой. Как ребенок передвигается. Разложите на временные отрезки его путь. Посмотрите, где основные риски, где он должен быть максимально внимателен. Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова рассказала на собрании об отмене обязательного изучения второго иностранного языка со следующего года. Изучать его или нет, будут решать родители. Кроме того, речь шла о переходе на пятидневку. Как учиться в школе пятидневной или шестидневной учебной недели, это полномочия директора школы. Мы можем лишь дать рекомендации, мы можем лишь показать механизм. Это не ломает учебный процесс, это не приводит к тому, что становится по большому количеству уроков. Это лишь правильно выстроенное расписание учебных занятий и правильная организация учебного процесса. Вопрос о переходе школ на пятидневное обучение общественность поднимает не первый год. Мы решили узнать у саровчан, как они относятся к дополнительному выходному для школьников. Конечно, нужно обязательно. Дети очень сильно устают, тем более сейчас очень большая нагрузка. Программы усложненные, поэтому отдыхать нужно всем. Я считаю, что это обязательно. Почему? Потому что сейчас дети очень сильно заняты. Столько кружков, столько нагрузок. А кружки тоже дают знания. Они не просто развлекательные. Даже спортивные кружки, они обучающие. Поэтому я считаю, что все-таки нужно пятидневку водить. Конечно. Я считаю, да, нагрузки очень большие у детей. Дети приходят все усталые, а у них еще секции. Поэтому считаю, что обязательно. Много вопросов от родителей было посвящено ОГЭ и ЕГЭ. По словам Ольги Петровой, уже появились проекты КИМОФ ЕГЭ. До 1 октября будут определены правила поступления в ВУЗы и СУЗы на следующий учебный год. Сбор помощи животным, который находится под опекой организации «Зато верный друг» пройдет 9 сентября перед памятником Ленину в 19 часов. Сейчас особенно требуется сухой корм и консерва для щенков и взрослых собак всех пород. Также всегда нужны влажные корма для кошек, древесный наполнитель, когтеточки, ветеринарные препараты и бытовая химия. Подробности по телефону 8 910 390 2740. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Военный комиссариат города Сарова Нижегородской области проводит отбор мужчин, пребывающих в запасе в возрасте от 18 до 40 лет, на военную службу по контракту в воинские части Министерства обороны РФ. Ежемесячное денежное довольствие от 30 до 65 тысяч рублей. Ежегодная премия, продовольственное вещевое медицинское обеспечение, возможность обучения в ВУЗах, достойная пенсия, возможность приобретения жилья, проживание в благоустроенном общежитии. Обращаться в военный комиссариат города Сарова, комната 104, телефон 35047. Спортивная школа Олимпийского резерва «Атом» по лыжным гонкам объявляет набор детей с 7 лет в группы начальной подготовки. Начинающие лыжники будут заниматься вместе с именитыми спортсменами, участниками соревнований российского и мирового уровней. Записаться и получить дополнительную информацию можно по будням на лыжной базе с 14 до 18 часов. Справки по телефону 4-98-13-7-72-82. 15 сентября на стадионе «Икар» состоится чемпионат города по легкой атлетике. В программе бег на 100 и 400 метров. 1,5 километра для женщин и 3 километра для мужчин. Заявку на участие можно подать в главную судейскую коллегию за час до соревнований. Начало 18.30. Вход свободный. В ближайшее время россияне смогут получить доступ к электронной медкарте в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустином. Уже в самое ближайшее время пользователи портала Госуслуг в личном кабинете должны получить доступ к электронным врачебным назначениям, рецептам, результатам анализов, медицинских исследований и, в общем, ко всей медицинской карте, сказал он. По словам Шадаева, чтобы постоянно отслеживать состояние здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, власти планируют широко внедрить телемедицинские сервисы и технологии, включая отечественные цифровые медицинские датчики мониторинга здоровья. Почти 46 миллионов россиян сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. 39 миллионов граждан привились уже двумя компонентами вакцины. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ранее она выразила уверенность в том, что Россия сможет достичь коллективного иммунитета коронавируса осенью. Для этого, по ее словам, необходимо привить 90 миллионов человек. Клиническая больница номер 50 продолжает прививать от гриппа соровчан вакцин и сови грипп. 9, 15, 16 и 22 сентября мобильная бригада сотрудников КБ-50 будет находиться на территории перед магазином «Пятерочка», бывший универмаг с 10 до 12 часов. Рядом с ТЦ «Плаза» на Московской с 14 до 16 часов. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Интервал между вакцинациями против COVID-19 и гриппа должен составлять не менее 1 месяца. За минувшие сутки в России зарегистрировали 17 425 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 391 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 7 человек. Из тех, кто госпитализирован, трое в тяжелом состоянии, двое в легком. Остальные в средней степени тяжести. Резкое похолодание застало соровчан врасплох. Столбики термометров едва превышают плюс 10 днем и падают до нуля ночью. Пока в домах не дали тепло, многие горожане активно используют электронагреватели. Но неправильное обращение с такими приборами может стать причиной пожара. О том, как этого избежать, расскажем далее. Пока в домах не включили отопление, осенние заморозки дают о себе знать. В квартирах температура воздуха сильно снизилась. Большинство людей спасаются от холода с помощью обогревательных приборов. Однако покупать и использовать их нужно ответственно. Несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к возгоранию и жертвам. Самое главное – не оставлять их без присмотра, не накрывать вещами какими-то, чтобы не получилось возгорание. Чтобы электронагревательные приборы не находились в непосредственной близости от стен, чтобы также не получилось нагревание. Не использовать их с нарушением электроизоляции, что может привести к короткому замыканию. Покупать обогреватели нужно со сроком гарантии и паспортом на изделие. Лучше в крупном проверенном магазине. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Перед тем, как использовать прибор, посмотрите, нет ли на нем вмятин и повреждений. Также регулярно проверяйте, исправно ли вилка и шнур. Если все же произошло короткое замыкание, то ни в коем случае не тушите водой данный электроприбор. Лучше постарайтесь обесточить электрику в доме и накрыть какой-то вещью, либо одеялом, чтобы не допустить дальнейшего возгорания. И сразу же вызывайте пожарных, чтобы они еще раз проверили, есть ли в помещении еще очаги возгорания. Проект «Нуклеокит» существует уже более 10 лет. Он объединяет творческих детей из городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Традиционно в нем принимают участие воспитанники ДШИ. С ребятами пообщалась наша съемочная группа. 70 талантливых и амбициозных ребят со всей России собрались в этом году, чтобы создать новый увлекательный мюзикл в рамках международного детского творческого проекта «Нуклеокитс». Спектакль назвали «Атомная любовь». А главную роль получил саровчанин Кремен Брюховец. По словам юноши, роль была сложной, потому что характер героя противоположен его собственному. Роль достаточно непростая. С одной стороны, я парень, который попал под плохое влияние, то есть влияние зэков, которые там сбегали с колонии. Ну, в общем, у меня какое-то неправильное воспитание. Я потерянный. С момента кастинга до премьеры участники проделывают огромную работу. Каждый день у ребят проходят тренинги по актерскому мастерству, сценической речи, хореографии и вокалу. В течение трех недель ставят мюзикл, а потом отправляются на гастроли по России. Для всех участников это уникальная возможность вырасти профессионально, набраться опыта и подружиться с ребятами из разных уголков страны. Мне кажется, проект «Нуклеокитс» – это очень полезный, жизненный даже опыт. И вообще классная штука. В проекте приняла участие еще одна саровчанка – Василина Афонина. Несмотря на то, что пройти кастинг очень сложно, девушка уже дважды смогла поучаствовать в проекте. В этом году ей досталась роль второго плана. Но Василина понимает, что этот опыт тоже важен и надеется в будущем сыграть еще не одну интересную роль. Я пробовала здесь с десяти лет, потому что бывали такие случаи, что дети попадали в десять, но вот меня взяли только в двенадцать. И в прошлом году я записала сольную песню, она вышла на всех музыкальных сервисах. А в этом году, вот я уже второй раз, старичок, и я играла роль, мой был дебют на сцене. Заключительные премьеры мюзикла прошли в театре «Эдцетера» в Москве. Но на этом проект не заканчивается. Климент и Василина планируют принять участие в традиционной постановке «Зимняя сказка», где смогут раскрыть себя по-новому, встретиться с друзьями и получить много положительных эмоций. Темный и светлый, чистый, с натуральными добавками, на любой вкус и ото всех недуга. В десятке сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 8 по 12 сентября там пройдет медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен. Поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 8 по 12 сентября с 10 до 18 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Лексильна Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова